ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 ЗВОНОК Да, и тема-то у нас уже обозначена на страничке ВКонтакте А вот тем, кто ленится заходить ВКонтакт, мы обозначим её немного позднее lateral после того, как сделаем зарядку и послушаем гороскоп Более того, друзья, сегодня будет легендарный гость у нас в студии, человек, который имел отношение к известнейшим людям нашей страны, но обо всём по порядку. Сначала нужно со скакалкой разобраться. Говорили мы вам уже, что это отличное средство для воспитания людей, чрезвычайно полезный инструмент для закаливания своего организма. Кардио-нагрузка, такая прекрасная, которая идёт на ваш организм, и, соответственно, жиры лишние уходят, сердце укрепляется, сосуды укрепляются, и всё это мы говорим о скакалке. Друзья, наш фитнес-тренер вместе с корреспондентом нашего телеканала проверили на себе чудодейственное средство скакалки с воздуха. Это гораздо лучше, чем отвар из трав, которые вы пьёте каждое утро. И ромашковый чай в том числе. Добро пожаловать в наш интерактивный фитнес-клуб, который называется «Двигайся и пора делать зарядку». Всем доброе утро! С вами ведущий спортивной рубрики Павел Бочкарёв. У меня в гостях репортер Даша Матвеева. Доброе утро, Паш. Очень приятно, что ты меня позвал, пригласил к себе и позволил присоединиться к утренней зарядке. И вместе с нами мы не только с тобой будем заниматься, но с нами, я надеюсь, будут заниматься ещё большое количество саратовцев. Если вы всё ещё лежите в своей тёплой постели, не поленитесь, обязательно просыпайтесь, потому что мы делаем только те упражнения, которые вы легко можете повторить дома, быстро взбодриться, собраться на работу и провести этот день бодро и весело. Я знаю, у тебя есть ко мне один вопрос. Ты хотела спросить меня что-то про обезжиренные продукты. Откуда ты знаешь, что я хотела у тебя что-то спросить про обезжиренные продукты? Ну да, мне кажется, это вопрос, который читается в глазах всех девочек. Есть такое мнение, что похудеть можно, если кушать обезжиренные молочные продукты и если много-много бегать. Это правда или что-то здесь не сходится, или что-то нужно поменять в этой формулировке, чтобы она стала верной? Что делать на самом деле? Ну, здесь на самом деле и правда, и ложь. Всё зависит от того, сколько калорий в день вы употребляете. Если вы съедаете калорий больше, чем тратите, вы вес набираете. Если вы калорий тратите больше, чем съедаете, вы вес теряете. Начиная употреблять в своём рационе обезжиренные продукты, вы снижаете калорийность за счёт того, что вы, например, пили молоко жирностью 3,2, стали обезжиренное пить. Калорийность чуть меньше, но в итоге где-то что-то вы добираете просто с обычными продуктами питания. То есть если мы не следим, сколько калорий мы съедаем, просто получается так, что где-то мы чего-то доедаем, и смысла в обезжиренных продуктах абсолютно нет. А вот полезных веществ меньше в обезжиренных продуктах или одинаково? Жиры очень необходимы для рациона нашего питания. Это одна из основных составляющих. Поэтому исключать жиры ни в коем случае не стоит. То есть я в детстве была не толстенькая, а полезная, потому что во мне было много жиров. Вот, а кардионагрузки, они помогают снизить вес за счёт того, что появляется небольшой дефицит калорий. За 30 минут интенсивной кардиотренировки, ну, допустим, ходьбы на дорожке, мы сжигаем где-то 300 килокалорий. 300 килокалорий – это два банана. Или какой-нибудь гамбургер. Гамбургер? Ну, гамбургер порядка 500-600. Я, пожалуй, откажусь от гамбургеров. Лучше отказаться от гамбургеров, да, и не перегружать себя лишней физической нагрузкой, а немножечко убрать калории, которые мы съедаем. Но мы сейчас подскажем, как это сделать? Сегодня у нас пара замечательных упражнений, именно кардиоупражнений. У нас есть вот такой замечательный инвентарь. Ты умеешь на скакалке? Ну, в детстве все умели прыгать на скакалке. Начнём с 10 прыжков на скакалке. То есть расхлёбывать это буду я одна. Ну, хорошо. 10 раз. Главное, в грязь лицо мне ударить. Отлично. Это уже даже 14. Всё, 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 достаточно, достаточно. Вот скакалку можно не убирать. Так. Скакалку можно не убирать. Следующее замечательное упражнение называется кросс. Кросс. Оп, ногу поменяли. Оп, ногу поменяли. Скакалку держим. Мне хочется спеть хоп, хэй, казачок. Так, теперь я. Ну, спой. А я хочу со скакалкой. Пожалуйста. Чем я хуже-то? Нет, ну, понятно, я понимаю, что у меня нет таких прыжков. Начинай плавно правой ногой. Да, плавно меняем. Да, опять меняем. И потихонечку увеличиваем интенсивность. Хорошо. Хорошо, и ещё 10 прыжков на скакалку. Сразу же? Сразу же. У нас же кардио-тренировка. А я сразу, наверное, на Олимпиаду тогда поеду. Потому что теперь, мне кажется, я стала спортсменом. Я не считаю, кстати. Ну, отлично. И пока достаточно. Решила я так вытудриться. Так. Можно делать данный комплекс. Начинать с одного круга. Мы сделали 10 прыжков на скакалке. 10 раз кросс. То есть по 5 раз на каждую ногу. Отдохнули минутку. Потом 2 круга. То же самое. 10 прыжков на скакалке. 10 раз кросс. 10 прыжков на скакалке. 10 кросс. Отдохнули. И постепенно, каждый день можно увеличивать нагрузку. И наращивать количество кругов. И тогда? Можно будет похудеть? Будет счастье. Это хорошо. В общем, кушайте, видимо, молочные продукты. Занимайтесь кардионагрузками. Но разумно. Во всем нужна разумность, я так понимаю. Конечно. Здравый смысл. Все нужно делать с умом. И тогда будет вам счастье. Будете устроенными, подтянутыми и красивыми. Хотелось бы еще раз всем пожелать бодрого утра. Делайте зарядку с нами. И до скорых встреч. Каждое утро можете делать зарядку в нашем телевизионном фитнес-клубе, который называется «Двигайся». И будьте уверены тогда, что ваше тело будет в идеальной форме. Тем более, что сейчас пляжный летний сезон. И нужно держать себя в таком бодром, в тонусном состоянии тела. Да, друзья, ну а сейчас у нас время пришло дать славу Марии Белат, которая расскажет нам в очередной раз о том же, как правильно распланировать свой день, что стоит сегодня сделать. А может быть, какие-то важные покупки стоит вам сегодня отложить или наоборот. Давайте узнаем, что же нам сулят сегодня звезды. Доброе утро. Я астропсихолог Мария Белат. И я помогу вам найти ответы на сложные вопросы жизни. Каждое утро я знакомлю вас с моим прогнозом на текущий день. И, конечно же, отвечаю на ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне. И для каждой ситуации мы найдем решение. А теперь о том, что же ждет нас сегодня. Овин. Не предпринимайте резких шагов сегодня. День не подходит для кардинальных решений. Телец. Приятные знакомства ожидают вас в конце этой недели. Близнецы. Избегайте нерешительности сегодня. Рак. Удача явно на вашей стороне. И этим непременно стоит воспользоваться. Лев. Грандиозные идеи и планы станут будоражить ваш разум сегодня. Дева. Не принимайте близко к сердцу нападки ваших коллег. Весы. Хороший день для составления планов на будущее. Скорпион. Избегайте одиночества в этот день. Хорошая компания может помочь вам в этом. Стрелец. Ваша внимательность, азывчивость станет хорошим помощником для вас сегодня. Козерог. Даже отрицательные слухи вокруг вас можно обернуть в вашу пользу. Водолей. Ваше умение приспосабливаться к ситуации будет иметь решающее значение для достижения успеха. Рыбы. Сохраняйте свежий взгляд на происходящее и меньше переживайте о сказанном. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Если будете следовать рекомендациям Марии Билат, будьте уверены, что день сегодняшний сложится буквально как по нотам. Разыграете этот день как лучшую симфонию своей жизни. И тогда все получится. Не сомневайтесь в этом совершенно. Ну, кстати, мы вам в этом обязательно поможем. Как минимум настроение ты поднимем. Утреннее шоу Автопилот работает для вас в прямом эфире. Можете нам звонить, писать, заходить в контакт, общаться с нами там. Ну и пришло время обозначить тему нашего эфира, да, Сереж? Да. Как она звучит? Музейная культура тогда и сейчас. С вами будем разговаривать о том, ходите ли вы вообще в музеи, как часто вы там бываете, приводите ли вы туда детей. Может быть, у вас есть какие-нибудь любимые выставки, которые вы всегда посещаете, или любимые музеи в нашем городе или в области. Звоните, высказывайте свое мнение на тему нашего эфира. Ну и обязательно с вами это все обсудим, пообщаемся в течение всего нашего эфира. А во втором часе к нам придет... Да, во втором часе к нам придет по-настоящему легендарная личность. Человек, которого вы сейчас видите на своих экранах, зовут Борис Асавович. Асавович. Асавович Мессерер, народный художник Российской Федерации, который приехал в наш город со своей специальной выставкой, которая как раз-таки посвящена ретроспективе. И, ну, такая ретроспективная выставка. И там вы сможете увидеть большое количество различных занимательных работ. И вообще это отличный повод летом сходить в музей и увидеть, ну, во-первых, самого маэстро, во-вторых, насладиться его работами. Так просто для справочки, чтобы вы знали. В Саратове будет выставка, и выставка будет как раз-таки... В Радическом музее, кстати. Да, в Радическом музее выставка этого человека, который был мужем Беллы Ахмадулиной и двоюродным братом Майи Плесецкой. Ну, он им, я думаю, является еще. Ну да, безусловно. Друзья, если у вас уже возникают вопросы к нашему гостю, то пишите их на наш мобильный портал. Напомню, номер телефона 8 906 302 24 24. Пообщаемся с этим, не боюсь этого слова, великим человеком во втором часе. Так что следите за нашим эфиром, никуда не переключайтесь. Ну, а сейчас пришло время рассказать вам о том, куда же стоит пойти помимо музея. Может быть, вы любитель киноискусства, и вот что стоит посмотреть, расскажет сейчас наш корреспондент. Здравствуйте, с вами Анна Антонова, и вы смотрите кинообзор. Напоминаю правила нашей рубрики. Вы, дорогие телезрители, присылайте на e-mail канала свои ожидания от предстоящих кинопремьер. Ну, а я отвечаю вам с экрана. Вместе мы сможем понять, на какой фильм стоит идти, а на какой лучше не тратить свое время. В этот раз нам написала Мария Грицова. Она обязательно посмотрит «До встречи с тобой». Красивые актеры, красивая любовь, больше романтики этим летом, пишет девушка. Что ж, действительно с красотой нового фильма спорить бесполезно. В детстве мне казалось, что нет ничего лучше этого замка. А для меня это всегда будет самое любимое место. Ты нигде больше не была. О, а где лучше, чем здесь? Как вы уже догадались, перед нами еще одна современная сказка о любви. Главная героиня потеряла работу и устроилась помогать парализованному богачу. Девушка проводит все время вместе с ним и, конечно, меняет когда-то самовлюбленного и эгоистичного молодого человека. Сними шарф. Раз уж ты надела такое платье, Кларк, носи его, как полагается. Только ты можешь так бесцеремонно указывать даме, как носить платье. Эта драма оставит приятное, светлое послевкусие. Однако ждать, что фильм тронет до глубины души, не стоит. Возможно, тот факт, что это кинодебют театрального режиссера сыграл свою роль. А может, слишком уж знакомый сюжет. Но актеры иногда немного переигрывают, а красота главных героев кажется центральным мотивом повествования. В любом случае, если вам не хватает романтики, то просто необходимо посмотреть этот фильм. Придвинься, ты вкусно пахнешь. А ведь ты не прижалась бы ко мне к груди, не будь я в инвалидном кресле. Вот как, да? Ты бы даже не взглянул на эту грудь, если бы не инвалидное кресло. Еще как бы взглянул. Нет, неправда. Я не хочу, чтобы ты лишилась того, что может дать другой. Я ведь стала совсем другим человеком благодаря тебе. Если вы уже посмотрели этот фильм и готовы поделиться своим мнением, то добро пожаловать на страницы нашего канала в социальных сетях. Обсудим. С вами была Анна Антонова. До встречи. Интересные документальные фильмы в эфире телеканала «Саратов-24». В 9.15 загадки неизвестного НЛО «Подводные пришельцы». Об НЛО сказано и написано уже многое. Какие явления и объекты охотники за летающими тарелками называют НПО – неопознанными подводными объектами. Инопланетный разум владеет глубинами океана. НПО способны погружаться на большую глубину, мгновенно распадаться на несколько объектов и развивать под водой такую скорость, которая немыслима даже у самых современных боевых систем. Загадки неизвестного НЛО «Подводные пришельцы» сегодня в 9.15 на телеканале «Саратов-24». Утреннее шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24» продолжается. Доброго всем солнечного, знойного, может быть, даже немножечко жаркого и томного утра. Надеюсь, что у вас есть кондиционер, и вы все-таки проснулись в приятной прохладе, потому что за окном сегодня обещают плюс 32 градуса. А если нет кондиционера, берем ноутбук, выходим во двор, садимся под дерево в тенечек, берем с собой водички и работаем там. Это отличная идея. Кстати, между прочим, через свой ноутбук вы тоже можете смотреть выпуски нашей программы. Просто нужно зайти на сайт «Саратов-24.тв» и включить онлайн-трансляцию. А если у вас даже нет ноутбука, и вы пользуетесь своим мобильным телефоном, то загружайте наше приложение с помощью, например, Play Market или Apple Store. И там как раз-таки можете скачать приложение «Саратов-24», где вы всегда будете оставаться в курсе всех новостей, всех событий, происходящих на телеканале, да и, в принципе, в городе, но еще и онлайн-трансляцию сможете увидеть. Ну а сейчас о тех событиях, пропустить которые нельзя ни в коем случае, поведаем вам мы, да и более того, подарим вам порции мороженого, потому что совсем скоро в Саратове, в городском парке, а именно 17 июля, состоится фестиваль мороженого. Вот знаете, когда столбик термометра поднимается до отметки 30 и более того, очень хочется охладиться. Дети прыгают в фонтаны, потому что им нельзя есть мороженого, ну там зубы, горло, все дела. Ну и так далеко день ВДВ, тоже будут прыгать в фонтаны. Ну, это уже специализированный праздник. А вот взрослые как раз-таки могут охладиться, если плюс 30, порции вкусного мороженого, которого будет просто завалить на этом празднике. Да. 17 июля в городском парке начало мероприятия в 17.00. Торговая марка «Пин и Вин» от Саратовского хладокомбината уже, между прочим, около 40 лет выпускает это замечательное вкусное леденящее лакомство. И используют они при этом только натуральные продукты. Так что, друзья, это не только вкусно, но и очень полезно. Берите своих детей, берите всю свою семью и приходите в городской парк, поучаствуйте там в различных конкурсах, получите от нас прежде всего бесплатную порцию мороженого, поваляйтесь в бумажных сугробах и просто развлекайтесь. Организаторы обещают очень большое количество мороженого, но, конечно же, отличное настроение. А самое главное, что всё мороженое с натуральными наполнителями, потому что вы можете попробовать с арахисом, с ягодами, с фруктами, с джемом и даже традиционной с ванилью. Ну и, кстати, для того, чтобы получить именно бесплатную порцию мороженого, нужно всего-навсего пообщаться сегодня с нами с помощью смс-сообщений и с помощью нашего прямого эфира номер телефона 54-30-30. Мы вам сейчас зададим вопрос и ждём от вас ответы. Срежда, дальше? Причём ответы мы от вас ждём как на смс-портале, так и в прямом эфире. Первые три счастливчика, которые пришлют правильный ответ на смс-портал, получат, соответственно, три подарка. И ещё один счастливчик, который дозвонится до нас в прямой эфир 54-30-30, также получит подарок. Поэтому держите все средства связи под рукой и, внимание, вопрос. Вкусов у мороженого великое множество. Ни для кого не исключение, что есть сливочное, шоколадное, клубничное, фисташковое, а в некоторых странах подают и вовсе странные виды. Например, в Венесуэле вы можете попробовать мороженое с чизбургером. Ого! Ну, в принципе, ничего страшного. Заморозил чизбургер, съел замороженное, чизбургер, мороженое из чизбургера. А в одном из кафе Нью-Йорка с копчёным лососем. Вот от чего бы не отказался. Правда? Да, с удовольствием попробовал. Мне кажется, традиционный, кто всё-таки должен оставаться традиционным. Ну, ты знаешь, я открыт к экспериментам. И вот, внимание, наш вопрос. Какой традиционный вкус мороженого наиболее популярен во всём мире? Друзья, пишите нам самое популярное, самое попсовое, но при этом самое любимое мороженое во всех странах мира. Нам на смс-портал правильный ответ принимаем первые три сообщения. Ну и к нам на студийный номер телефона 543030 ждём ещё одного счастливчика, который громогласно заявит, «Так это же моё любимое!» Такое-то, такое-то мороженое. И всё, и приз ваш без каких бы то ни было проблем. Звоните 543030 и про смс-портал не забывайте ни в коем случае. Ну и, кстати, не забывайте ещё и о добрых делах, которые нужно совершать постоянно. Например, можно взять бездомное домашнее животное, волонтёры... Накормите его мороженое. Накормите его мороженое. Некоторые животные действительно очень любят это лакомство, особенно, мне кажется, кошки. Ой, да все любят. И, кстати, сегодня именно о кошках у нас и пойдёт речь. Сегодня волонтёрское движение «Зооспас» нам предоставляет информацию о кошке по кличке Муся. И сегодня вот эта Муся ищет свой дом. Ей около двух с половиной-трёх лет. Она очень умная, ласковая, добрая и очень-очень порядочная кошка, как от неё отзываются волонтёры «Зооспас». Еде она предпочитает сухие карманы. Да, её выгуливают, она шопится, наверное, периодически. А Муся очень хорошо уживается как с кошками, так и с собаками. Поэтому будет очень рада переехать в свой постоянный уютный дом и, может быть, даже с другими животными. 60-20-44 номер телефона волонтёрского движения «Зооспас». Если вы увидели в глазах Муся, я не знаю, тот блеск, который вас привлёк, и вы готовы взять её именно себе домой на постоянное место жительства, то звоните волонтёры движения «Зооспас» с радостью отдадут её в добрые, надёжные, ответственные руки. Это верно. Итак, друзья, «Зооспас» открыт к вашим предложениям приобрести, забрать себе совершенно безвозмездно эту чудесную пушистенькую кошечку. Ну а сейчас редактор подсказывает, что у нас есть звонок. До нас дозвонился наш телезритель. Алло, доброго вам утра! Поехали! Доброго утречка! Как вас зовут? Кирилл. Кирилл, очень рада вас слышать. Скажите, пожалуйста, какое ваше любимое мороженое? Какое вы вот прям без ума? Пламбир, естественно. Какое? Пламбир. Пламбир. А как вы считаете, какое самое популярное в мире мороженое? Конечно же, пломбир. Ну подождите, пломбир – это не вкус, правильно? Пламбир – это сорт мороженого. Это вот такая сливочная история и так далее. А вот какая добавка там есть? Сливочный пломбир. Сливочный? Просто сливочный пломбир? Ну не совсем так. Конечно, это же самое вкусное в мире. Нет, ну во-первых, Кирилл, я честно с вами согласен. Вообще, в принципе, любое мороженое – это уже вкусно. Сливочный пломбир в том числе. Но вы наверняка можете видеть, что есть самое разнообразное количество видов мороженого, которые представлены на прилавках. И многие из них как раз-таки называются пломбир. Давайте, три, два, один. Ваш ответ. Какое мороженое самое популярное в мире? Шоколадное. Да что вы будете делать? Кирилл, ну пытайте удачу. Немного позднее, пока обращайтесь к Гуглу, к Яндексу, к любым сервисам поисковым. Да, к сожалению, нет, это неправильный ответ. Друзья, по-прежнему ждем ваших звонков на наш телефон 543030, а также на наш смс-портал. И как раз-таки будем выбирать сливчика, которым достанется мороженое вкуснейшее. От Пины Вин на фестивале мороженого уже 17 июля в городском парке в 17 часов стартует. Это настоящая феерия. Ну да, кстати, отдадим вам подарочный купон, и вы, придя именно на то мероприятие, сможете его обменять на порцию бесплатного мороженого. А уж какое оно будет, шоколадное, ванильное, фруктовое или какое-нибудь еще, это уже решать вам. Ну и, как вы понимаете, мы уже несколько раз сказали правильный ответ в наших подводках. Какое еще мероприятие стоит посетить, кроме фестиваля мороженого, рассказывает сейчас Анастасия Куклева в рубрике Афиша. Доброго времени суток и хорошего настроения вам желаю я, Анастасия Куклева. Выходные в Саратове, Саратов выходных. Это надо использовать по максимуму. Свежий воздух, водные процедуры, мороженое. То, что давно хотелось, но все время откладывалось. Друзья, лето гонит по встречке и превышает скорость. Надо догонять. А как это сделать, чтобы везде успеть, расскажем мы в программе Афиша. Любите мороженое? Любите много вкусного мороженого? И хотите незабываемо провести эти жаркие выходные? Тогда отправляйтесь в это воскресенье в городской парк. Там 17 июля пройдет самый яркий и ледяной праздник этого лета – фестиваль мороженого. Мороженое любят все – и дети, и взрослые. Поэтому на праздник рекомендую отправиться всей семьей. Организаторы обещают гостям фестиваля много мороженого и отличное настроение. В программе – конкурсы, выступления артистов, фотозоны с гигантским мороженым, парад принцесс и море развлечений от нашего телеканала. Например, все желающие смогут принять участие в нашей рубрике «Видеобудка». Для этого вам нужно найти на празднике съемочную группу телеканала «Саратов-24» и передать на камеру свои приветы и поздравления друзьям. После фестиваля смотрите себя в эфире нашего телеканала. Кстати, если вы любите мороженое так сильно, что одной порции вам мало, то у нас для вас есть еще один сюрприз. В виде дополнительной порции. Каждый день в эфире утреннего шоу «Автопилот» мы разыгрываем купоны на бесплатное мороженое. Чтобы их выиграть, нужно ответить на простые вопросы. И все мороженое ваше. Поэтому, если вы сладкоежка и любите мороженое, смотрите «Автопилот», участвуйте в розыгрыше и приходите на фестиваль наслаждаться любимым лакомством. Но не забывайте, что все хорошо в меру. Лето, знойное солнце, плавящийся асфальт. Где спастись от жары в такую погоду? Конечно же, на пляже. Тем более, что в эти выходные Энгельский пляж превратится в настоящий центр развлечений. 17 июля там пройдет самое яркое событие этого лета – «Сандэй-2016». Любой желающий сможет принять участие в таких конкурсах, как соревнования по жиму лежа, гиревому спорту и армрестлингу, а также сыграть в гигантскую дженгу. Также все гости мероприятия ждет конкурс красоты, фитнес-бикини, уличный воркаунт, соревнования по скоростному поеданию бананов, чемпионат по игре на воображаемой гитаре и многое другое. Для самых маленьких любителей солнца и пляжа на площадке будет работать детская зона с аквагримом, увлекательной игрой «Твистер», а также самый настоящий «Энгри Бёрдс», где ребята смогут сразиться в ловкости и меткости. Скорее собирайте компанию и отправляйтесь 17 июля на Энгельский пляж. Там точно будет весело. Лето – это маленькая жизнь. А значит, провести его нужно интересно, весело и ярко. Например, отправиться в эти выходные на одно из самых веселых событий этого лета – фестиваль «Позитива». С 15 часов дня и до позднего вечера вас ждут практически все летние городские развлечения. Шоу мыльных пузырей, аквагрим и ростовые куклы, катание на фоне. Также на фестивале будет работать площадка для объятий и занятий фитнесом. Кроме этого, все гости праздника смогут принять участие в мастер-классе от психолога Оксаны Акимовой «Рецепт успеха». В программе праздника мини-дуэли и эксклюзивные фото с аналогами боевого оружия. Мастер-класс по изготовлению сувениров из воздушных шаров, ярмарка хендмейда. А еще у всех гостей праздника ждет море подарков и, конечно, невообразимое количество сюрпризов. Запланируйте фестиваль «Позитива» в список мероприятий на эти выходные. Уверена, вы не пожалеете и зарядитесь «Позитивом» на целый год. Пожалуй, на этом стоит остановиться, ведь выходных всего два, а событий я уже перечислила предостаточно. Теперь дело за вами. Собирайте компании единомышленников и вперед активно отдыхать и культурно просвещаться. Кстати, потом не забудьте поделиться с нами впечатлениями, а сделать это просто. Загрузите фотографии со своего отдыха в социальные сети и поставьте хэштег «Афиша Саратов-24» и просто «Саратов-24». Мы обязательно все прочитаем и оценим. На этом у меня все. Ходите на хорошие мероприятия и помните, в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете. Доброго бодрого утра вам, наши дорогие и любимые наши телезрители. Если вы уже бодры и веселы, значит, вам на работу нужно, скорее всего, к 8 утра. Так что торопитесь, а Сергей Гришнов сейчас поможет вам правильно распланировать свой маршрут, чтобы не попасть в пробки и чтобы не тратить ваши драгоценные минуты. И это точно сейчас поведаю вам о том, где и какие пробки собрались к этой минуте. 7 часов 52 минуты на наших студийных часах и на нашей студийной карте, которую предоставляет нам сервис «Яндекс.Пробки». Всего лишь 2 балла загружены с дорог в нашем городе. Я сосредоточусь только на тех участках, на которых сейчас, ну, прям вот очевидно, что-то происходит не так. Проспект «Энтузиастов» улица Орджоникидз до своей середины 25 км в час, Чернышевского около «Кристалла» и около «Радищева» снижение скорости. И, кстати, после «Радищева» скорость 20-25 км в час будет вплоть до предмостовой площади. Предмостовая во всех направлениях желтым цветом отмечена. Мост «Саратов-Энгельс» также во всех направлениях отмечен, правда, не желтым, а зеленым цветом. Значит, что летим, мчим, ни о чем не задумываемся. Ну как, задумываемся только о правилах дорожного движения, о том, чтобы их соблюдать и не попасть в неприятности. Улица Лесозаводская, только около моста есть желтый участок дороги, 25 км в час на этом участке. Улица, которая у нас называется Усть-Курдюмское шоссе. И я, знаете, каждое утро думаю, ну, может быть, хоть здесь там подарят какой-то перчинки дорожная карта, потому что вы же с дачи должны ехать, вы же на дачах наверняка живете. Ну, или просто за город пытаетесь выбраться. А нет, смотрите, все абсолютно чисто и свободно, значит, не до дачи вам. Четверг, середина недели, пора уже все дела в городе делать. Сразу после улицы Прудовая до кольца строительного рынка 25 км в час. Далее улица Аэропорт в сторону центра едет с аналогичной скоростью, а по затону можно спуститься абсолютно без проблем. На Вашино Танкистов по Танкистов стоит небольшая пробка, а на Вашино целиком, вся, начиная от студенческого городка и до Рубина, едет со скоростью всего лишь 20 км в час. Проспект 50 лет Октября нас сегодня радует вплоть до Стрелки. Стрелка берет у вас, просто вырвет из рук несколько драгоценных минут, но при этом улица Шахурдина выглядит симпатично и вплоть до улицы Скаловой, да и Соколовой тоже ничего, до Танкистов. Только Скаловой Танкистов на этом перекрестке есть небольшая пробка, которую, я надеюсь, вам повезет объехать и найти пути объезда. Центр города весь исполосован желтым цветом, оно и понятно. Вы выезжаете на работу, работа не приедет к вам сама, так уж иногда бывает, что вам нужно добраться до офиса. Ну и пробка стоит по улице Астраханская, от Большой Казачьей до Московской. Это не очень большой перекресток, точнее переулок, точнее проулок, точнее участок дороги, который вы сможете быстро преодолеть. Ну а в остальном все желтым цветом отмечено, а Астраханская так и вовсе вся желтенькая. Ну и по традиции улица Новоузенская вам большой привет, до работы вам придется добираться с небольшими задержками и опозданиями. Ну а вот что сегодня будет с погодой, расскажет нам Светлана Казанцева, правда, Света? Да, Светлана Казанцева прямо сейчас будет вещать. Кстати, погода нас так же радует, как и пробки летом. Мне кажется, многие студенты просто уезжают куда-то отдыхать, многие наши горожане отдыхают где-то на морях, возможно. Ну и, кстати, в нашем городе тоже не так уж и плохо, потому что температура у нас сегодня в городе будет аж плюс 32 градуса. Так, так, так. Отличный повод отправиться на пляж вместе со своей семьей, с детьми, покупаться наверняка, Волга уже прогрелась. Если еще говорить о погоде, то в Саратове-Энгельсе сегодня будет ясно. Ветер южный 2,4 метра в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, а ночью температура воздуха опустится до плюс 26 градусов. Я надеюсь, что ночью хотя бы не будет душно. 26 – это будет душно. Ну, я не знаю, сквозники какие-нибудь должны себе устраивать. С одной стороны открыл фоточку, с другой стороны. Ну, ты сказала, будет ясно. Вот кому-то будет ясно, а кому-то не очень. Знаешь, вот мне не ясно, как жить, когда 30 и больше. Я же знаю, что на солнце нагреется до всех 40. Но нам лежит в печали с вами. Есть чудесные прохладные места в нашем городе, в которых можно спрятаться как раз-таки от палящего солнца. И знаете, о чем я сейчас? Я сейчас не о берегах Волжских, я сейчас не о теневых сторонах проспекта Кирова. Я сейчас говорю о музеях, которых огромное множество в нашем городе. И сегодня мы вас спрашиваем, в каких музеях вы бываете. И в частности, какой музей посетили вот прям совсем недавно, последним. Есть следующие варианты Кривеческий музей, Радищевский музей, музей боевой славы, Федина, Павла Кузнецова, Чернышевского. Ну и ваш вариант оставляйте в комментариях. Музейную тему мы сегодня затеяли совершенно неспроста. Все дело в том, что в Саратов вместе со своей чудесной выставкой приехал... Приехал Борис Асафович Мессерер. Это народный художник Российской Федерации. Также он является, как говорил Сергей, мужем Белы Ахмадулиной и двоюродным братом Майи Плесецкой. Этот замечательный человек уже во втором части будет у нас в студии. Будем задавать ему интересные вопросы касаемо музейной культуры, касаемо его выставки. Если у вас возникают какие-то также вопросы, пишите их на наш мобильный портал. Напомню, номер телефона 8906-302-24-24. Ну или звоните в прямой эфир по номеру телефона 54-30-30. Все эти средства связи доступны вам. Ну и напоминаем, что несколькими минутами ранее мы затеяли розыгрыш и спрашивали у вас, какое мороженое самое популярное во всём мире. И тот, кто правильно пришлёт три раза смс-сообщение нам на смс-портал, тот получит подарок. И, конечно же, те, кто дозвонятся к нам в прямой эфир, также не останутся без подарка. Смс-ки к нам приходят. Да. Постоянно, периодически шумяя и бурляя, подоражив наше воображение эфирное. Ну а сейчас, пока вы пишете смс-ки и дозвонитесь к нам в прямой эфир, детки поговорят немножечко. Послушаем, что же они нам рассказывают. Вот тратит ли бабушка свою пенсию на мороженое, сейчас расскажут. Говорят, дети – это интересные ответы на самые сложные вопросы из уст малышей. Сегодня ребята расскажут, на что бабушка тратит пенсию. На то, чтобы выжить. На таблицах лететь кого-нибудь. На еду. Хлебы. На еду. Ходят всякие, покупают еду для внучат. Печанки. Гущенку. Пармеладки. Конфеты. Ну, вы чего. Если куда-то уйдет мама с папой, то она займет еще той бабушке, которая работает. Чтобы еду покупать, продукты. Ну, чтобы жить, жить ее покупать. У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участниками нашей рубрики? Присылайте заявки на почту mail-sobaka.saratova24.tv и становитесь героями нашей рубрики «Говорят дети». У вас есть дети? Не упустите возможность сделать так, чтобы ваш ребенок стал звездой телеканала «Саратова-24». Приводите его скорее к нам, и будем с ним записывать рубрику «Говорят дети точно». Откройте своего ребенка с новой стороны. Уверены в этом. Ну да, еще ребенку можно сводить в музей. И, кстати, это такой вид искусства, художественные, господи, уже картины, на которые можно очень рано отправляться с детьми. Буквально там с двух, с трех лет дети начинают уже воспринимать яркость красок, начинают воспринимать какую-то вот эту вот тонкость передачи художникам. Так что, друзья, берите своего ребенка в охапку и вперед в музей. У нас, кстати, в городе их достаточное количество, кстати, их около 30, представляешь? Ничего себе! Ну а сейчас мы передаем слово утренней ведущей новостей Екатерине Игнатьеву. Расскажет, что вынуждает энергетиков идти на крайние меры и отключать свет своим абонентам. Ну и многих, в общем, тем, кто задолжали за свет. А также о том, где в Саратове в скором времени появятся новые спортивные объекты и детские игровые площадки. Об этом и обо всем расскажет Екатерина Игнатьева. Кать, привет! Тебе слово! Смотрите далее в утреннем шоу Автопилот. Какие изменения претерпела музейная культура? Какой саратовский арт-проект профинансирует Федор Смолов? Куда отправиться в выходные, чтобы ничего не пропустить? Доброе утро, любимый город! Доброе утро, Саратов! Это шоу Автопилот на первом круглосуточном и главном телеканале региона на телеканале Саратова-24. Меня зовут Сергей Гришнов, а на желтых диванчиках Светлана Казанцева расположилась уже с нашим гостем. У нас сегодня в гостях народный художник Российской Федерации Борис Асафович Мюсерер. Доброе утро! Доброе утро, Борис! Я хочу видеть в нашей студии, вы приехали в наш город вместе со своей выставкой, со своей экспозицией, которая уже сегодня откроется в Радичевском музее этим вечером в 5-6 примерно в это время. И там, кстати, дорогие друзья, вы можете встретиться с нашим гостем лично, пообщаться с ним и, соответственно, оценить все творчество по достоинству. Но тема сегодняшней программы у нас «Музейная культура. Было и стало». Вот скажите, в вашем понимании музейная культура сейчас приумножается, растет она, люди больше интересуются музеями или нет? И как они вообще меняются, музеи? Да, это действительно, я с этой проблемой соотношусь весьма близко. По той причине, что я много лет сотрудничаю с музеями, я делаю выставки, экспозицию, дизайн. Дизайн экспозиции. Кроме того, что мне приходится работать много в театре, так уже повелось. Отдельный разговор. И также приходится делать много экспозиций, в том числе в музее изобразительных искусств имени Пушкина, как бы в ведущем музее. Ну и в других музее декоративно-прикладного искусства. Ну и в разных еще, и в историческом музее. Список очень большой. Так что я тесно соотношусь с музеями, очень люблю их. И отдаю все силы вот на эти экспозиции. Огромные иногда, вот такие, как, там, предположим, от Джотто до Малевича, такая гигантская ретроспектива музея Пушкина. Или отдельные выставки Пикассо, Сальвадора Дали, там, Федерико Феллини, Тонино Гуэра и так далее. Этот список тоже огромен. И я вижу, как меняется музей. Дело в том, что когда-то, на моей памяти, естественно, но давно все равно, получается, музеи были немножко таким закостеневшим организмом. Все к этому, то есть великие музеи остаются великими, такие, как Эрмитаж или музей, изобразительного искусства Мини Пушкин. Но вся природа этого дела была более формально обозначена. Музей и музей, ну, приходят на обычную музейную обстановку. Сейчас идет несомненный прогресс в сторону расширения кругозора зрителей, попытка и организация самого процесса. Сейчас вводятся новые формы, день музеев бывает, когда можно прийти, даже ночь в музей бывает, тоже неожиданно же. Мы же как-то забываем, что есть совсем молодые люди, которые гуляют по улице, им некуда деваться как бы. Вот они тоже с удовольствием идут в музей, когда их приглашают. И во всем и в экспозиции это отражается. Новый подход к экспозиции. Все делается, исходя из такого образного начала, я бы сказал, но непосредственно такой апарт, как сказать, к зрителю, такое обращение к зрителю. Но это трудно сформулировать в рамках короткого разговора на примерах, но меняется все отношение, нет таких кандовых просто экспозиций формальных. Музей на сегодняшний день получает новое развитие, новую жизнь, потому что пришли новые люди, и они хотят проложить дорогу к сердцам людей, которые идут в музей, к молодежи, конечно, в первую очередь. Ну, то есть музей – это больше не хранилище шедевров. Музей теперь – это интерактивные, современные площадки, на которых… Вот, современные площадки, да, да. Искусство ты можешь потреблять каждой клеткой своего тела. Да, да, да. Но вот вы приверженец классического музея, или вот вам нравится больше современное? Это такой современный музей, я этому способствую. И вот на своих выстуках, которые у меня, предположим, были вот недавно, будем говорить, полтора года назад была выстка Третьяковской галереи, я сразу же по договоренности тогда с директором Третьяковской галереи, тогда была Лебедева, ну, не важно, сейчас Трегунова тоже хороший директор, вот, но я по договоренности сказал, что в моей экспозиции обязательно будут инсталляции. Обязательно, я не мыслю себе свою выставку крупную. Здесь, предположим, ну, такой сбивчивый разговор, ну, как иначе? Здесь этой инсталляции не присутствует, очень трудно их перевозить, грузить в фургоны и просто собирать, они же не в одном месте готовые стоят, они в разобранном виде хранятся где-то в ангаре, понимаете, вот все это, сбор очень трудный. Но в Третьяковской галереи я сделал такие, ну, взмолновавшие людей инсталляции, две крупных, я могу о них в двух словах рассказать. Но у вас есть очень известная инсталляция Минитикта Ерофея. Вот. То есть вы, наверное, ее как раз и выставляли, да? Ее я делал, да. Это такая попытка в моем представлении, это тоже своего рода памятник. Понимаете, теоретически это можно было бы сделать, придумать, как это сделать в постоянном памятнике. Потому что просто памятник Минитикту Ерофею трудно было бы поставить венечке нашему любимому герою. Наверное, здесь тоже есть много поклонников его творчества. Безусловно. И его поэмы «Москва-петушка». Поэма «Москва-петушка». Но я придумал сделать такую инсталляцию, такой, он же рвался на Красную площадь попасть венчик. Всегда. А до нее не доходил. Его сфера пребывания в Москве ограничивалась Курским вокзалом и пивными вокруг вокзала. А он мечтал попасть на Красную площадь. Но вот я сделал такой иронический мавзолей из ящиков, из старных ящиков, бутылок. Бутылок, но бутылок со свечами. Каждой бутылочке свечка сделана высокая. Которая, значит, бутылочки плачут по венечке. Но в музейных условиях зажигать их нельзя, но символ остается. Это огромная штука. Это метров 14 длиной в мавзоле огромная. И вот здесь бы она не влезла, поэтому... Я думаю, что 14 метров на Красной площади бы не нашли. Нет, там мы найдем большое, в общем, пространство. И вторая инсталляция была, называлась она «Обыск». Ну, это тоже те, кто пережил 37-й год, на это ребенка был. Но все равно атмосферу помню эту. И вот обыск в квартире писателя или интеллигента. Вот обстановка вся эта, значит, разгром такой квартиры, все выворачено. Ну и так далее. Тут за этим стоит долгий разговор. Ну, попытка тоже такую нащупать больную тему. И вот форма инсталляции, которая теперь присутствует в выставочном всегда деле, это такой прямой ход к зрителю. И вот моя работа... Я делаю такое... Я много работаю в театре. По выставкам в театре тоже много сил. И даже называюсь театральных художников. Но я ценю такую выставку, которая происходит вот здесь, в Саратове. Потому что до этого в Перми была выставка у меня такая. Очень ценю, потому что я имею возможность показать станковое, так называемое станковое искусство. Станковое искусство – это чистая живопись. Поэтому так называем ее. Станковая графика есть термин. Вот. И театр я здесь не показываю. Это очень сложно, вести макеты. Это немыслимо. То есть инсталляции в нашем городе не будет? Нет, не будет. Потому что это огромная работа для меня еще. Очень трудно это все писать в эти... Ну, воспроизвести это все заново, собрать. Воспроизвести здесь заново, собрать, правильно. Ну, это я делаю станковую выставку такую, поэтому станковых произведений. И мне в этом качестве интересно встретиться с зрителями из Саратова. Интересно, чтобы они знали, что это как бы главное в моем творчестве – просто чистая живопись, чистая графика. А театр – следующее место, музей следующий. Ну, то есть у нас есть надежда, что вы еще не раз приедете к нам в город, уже и с театральными инсталляциями. Ну, это будем надеяться, но очень трудно делать. Ну, а мы вам, кстати, рекомендуем отправиться в Саратовские театры, потому что в них тоже есть на что посмотреть. Наверняка, я убежден. В том числе и на то, как строились сцены и какие декорации присутствовали в наших театрах. Но сейчас я хочу с вами воспользоваться таким служебным положением, попросить вас устроить нам небольшую экскурсию. У нас есть три работы, три изображения ваших работ, которые мы сейчас будем показывать телезрителям. Но вас попросим их как раз-таки прокомментировать. Готовы выступить в качестве экскурсовода? Да, абсолютно. Тогда мы попросим сейчас нашего редактора показать первую картину вашу и прокомментировать. Да. Итак, внимание на экран. Вот. Вот это первая картина. Как она называется? Расскажите о ней подробнее, что это? Да. Это из ранних моих работ. Это пейзаж, городской пейзаж Вильнюса, города Вильнюс. Я много был в Прибалтике и восхищался всегда Прибалтикой и архитектурой, и образом города. Ну и в других городах тоже у меня разные пейзажи представлены. Там есть и Средняя Азия, и Хива, Бухара, есть Петербург и так далее. Я всегда увлекаюсь городским пейзажем. Это одна из тем. Они вас вдохновляют. Мною. И вот это Вильнюс. Ну тут присутствует какая-то деталь, вот эта старинная такая карета, как она называется. Ну то есть это не настоящая картинка, это вот вами придуманная, да? Она придумана, что-то взято, что-то добавлено. Это такой все-таки жанр, это не чистый импрессионизм, это такой все-таки отбор существует здесь. Ну вот это ранний пейзаж. Итак, мы двигаемся далее по нашей экспозиции. И следующий шедевр, на который мы хотели бы обратить внимание... Шедевр, спасибо за шедевр. Но по-другому и быть не может. В Родическом музее выставляются только шедевры, и только метры приезжают. Давайте посмотрим на следующую картину и узнаем о ней несколько подробностей. И так? Да, это композиция с балеринами. Это тоже не последняя моя работа, как бы в середине жизненного пути. Вы, наверное, знаете, что я происхожу из балетной семьи. Да, да. Моя принцесской является вашей двоюродной сестрой. Двоюродной сестрой. А я был танцовщиком известным. Вот. И это... Меня всегда волновал образ балерины, балета. Это такое пластическое... Здесь очень выражено пластическое такое начало и ощущение вот этой причудливой пластики, свойственной балеринам. Ну, вы знаете, что были великие художники такие, как Дега. Дега, или наш Серов, рисовал замечательный плакат. У него балет есть, гастрольного русского балета в Париже, Дягеревский. Вот такая балерина замечательная. По стелью сделан изумительный рисунок. А вот Дега профессионально рисовал балерин. Эта тема присутствует в сознании художника, который с театром. Я много делал еще декораций к балетному спектаклю. И отсюда этот интерес к балерину. Это композиция, основанная на индивидуальном рисовании, на индивидуальном видении. Вот их поз. Это не балет на сцене, который в декорациях, в своей помпезности. А это рабочий момент такой зафиксирован. Как они завязывают. Вы эти рабочие моменты видели с детства. Да. То есть у вас балет, играция, балерины, концерт. Да, органично. Органично, да. И я рад, что это продолжаю органично. В этом есть своя, вот еще раз слово, органика. Есть. И меня это радует. Все должно быть органично. Но это тот вид искусства, который вас вдохновляет? Ну, вот в чем-то вдохновляет. Я занимаюсь разом. Ваша сестра была у вашей музы в какой-то период, возможно, времени? Да, была. Была. Потому что вот на выставке присутствуют два ее портрета акварельных. Много я не мог показать. Была. Конечно, она впечатляла меня всегда, если об этом говорить. Несомненно. Итак, мы двигаемся далее по экспозиции. Сейчас экскурсовод бы сказал, обратите, пожалуйста, внимание налево или направо. Здесь представлен еще один шедевр нашего автора. Давайте посмотрим на эту картину. Да. Меня чарует абсолютно эта картина, честно вам хочу сказать. Я прямо на низком старте, чтобы уже сейчас занимать очередь к Радичевскому музею, чтобы увидеть ее. Будет ли там представлена эта картина? Да, будет в центре экспозиции. Но это такое посвящение Белии Ахмадулине. Ну вот, оно такое чуть как бы Ахмадулина во славе. Ну, условно. Но я шутя немножко говорю, потому что нельзя совсем серьезно. Дело в том, что предыстория этого такова, что в моей мастерской одним из излюбленных предметов, которые старинных у меня много их, мермофон. Мермофон. Как раз здесь изображено. Да, и вот у Белии есть стихи, посвященные граммофонам. Там, где четыре граммофона, называют Илья Самбоны и так далее, и так далее. Как бы описание этого. И вот сюжет граммофона был где-то близок. Он стал еще эмблемой альманаха Метрополь, который был в свое время запрещен. Я сделал на форзаце рисунок таких граммофонов. А здесь они как бы как некие ангелы взывают в Белии свои... И сходятся к ней как бы. Ну, как бы славят ее, так сказать. Ну, вот и граммофоны. Очень любимый мной предмет, в котором много обаяния. И для меня и ностальгическое такое чувство мной владеет. Это трудно в двух словах описать. Но я люблю эти предметы. Здесь они участвуют тоже своим ритмом, своим изгибом, своей такой пластической тоже красотой, способствуют созданию такой картины. Это немножко условно. И чуть... Тут надо немножко улыбаться, потому что это и так не глубокий, серьезный. Это такой апофеоз, но чуть с улыбкой. А я думал, что это речь идет об оглушающей славе, как раз-таки граммофоны, белого славя. Нет, нет, нет. Так серьезно не надо. Это все-таки с улыбкой надо. Нельзя так серьезно к этому относиться. Но при этом здесь фигура была Ахмадулиной довольно-таки изящно. Да, да, да. Как и у Белии. Ну, не надо сравнивать совершенно. Хотя дело было очень худенькое, но это не надо сравнивать. Это совершенно другая пластика. Это уже относится к моей индивидуальной манере рисования. И ваши отношения здесь видны к ней? Ну, если видно, дай бог. Но у вас, кстати, очень много картин посвящено вашей супруге. Да. А вот какая вообще картина у вас является самой любимой? Ну, в принципе, не обязательно. Нет, я так не могу. Я не буду... Не могу я так ответить, какая... Я меняю направление. Здесь есть в моей экспозиции не только сюжетные картины, вот о которых вы говорите. Тут есть абстрактное направление. Я много занимаюсь абстрактной живописью тоже. Потому что я считаю, что это тоже очень важный этап развития мировой живописи. Конечно, я разрываюсь между желанием сделать или абстрактную вещь, или предметную вещь, фигуративную. Ну, вот если говорить о концептуальном начале в искусстве, то оно у меня присутствует в основном в инсталляциях, о которых я говорил. Там я обращаюсь к концептуальной трактовке своих затей, потому что в картинах я как-то в стороне. Я такое... У меня есть ощущение пластического такого начала, которое я... Сейчас не все этим занимаются. Это определённая редкость на сегодняшний день, чтобы просто рисование доносить, и своё видение искусства графического, и живописного всё равно. Я стою на этом. Я хочу, чтобы это было и в пейзажах, и в акварелях. А в акварелях я исповедую такое импрессионистическое начало, которое во мне тоже живёт с ранних лет моего существования вот в этой сфере искусства. Я же менял профессии в жизни. Я был архитектором вначале, потом вот стал заниматься живописью и так далее. Победил вот и театральное дело, и всё это. То есть приходилось многое менять. И в том числе вот и с последним тоже вот, что я сделал скульптурой, вот тоже памятник Берега Мадулина, тоже сделал во Вторусе, и занялся скульптурой охотно. Это было неожиданно для всех и для меня самого. Ну, вот это вошёл в это дело с нуля. Ну, здесь вы открыты к чему-то новому. Открыть всегда к новому и, надеюсь, ещё. Мы хотим, чтобы вы сейчас, у нас просто остаётся буквально одна минута эфирного времени, открыли молодому поколению, или, может быть, не очень молодому поколению, глаза на музейный мир. Что самое главное должен получить человек, отправляясь в музей, и как его можно замотивировать, чтобы он наслаждался теми, что... Я до конца не знаю, как ответить на этот вопрос, как его замотивировать. Мы стараемся экспозицию сделать понятной и сделать, привлечь этого зрителя. И думаю, что я другое скажу. Я думаю, что совет мой ко всем молодым людям, кто нас видит сейчас вообще, чтобы люди должны ходить в музей. Это прямой и, может быть, единственный путь к познанию искусства, это необходимо людям. Вот Горький в своё время говорил, что необходимо читать. Правильно, читать. А как вы ещё поймёте мировую литературу, если вы не будете читать? Так и в музее. Вы должны видеть, как мастера прошлого делали свои вещи. И это единственный путь к познанию искусства. А дальше надо расширять, изучать, читать и так далее. Спасибо вам большое за это интервью. Спасибо, что этим утром нашли время прийти к нам в гости. Мы желаем вам удачного открытия сегодняшней выставки. Мы уверены, что по-другому и быть не может. Точно будет удача и успех. И приезжайте к нам ещё. И приезжайте почаще вместе с театральными инсталляциями и со всеми богатыми творческими. Восправателен вся моя любовь к старому Саратову. Ну, новые тоже существуют. Вот эти домики дивные. Надеемся, что у вас сегодня будет время погулять и насладиться в Саратове. Друзья, мы вернёмся к вам сразу после небольшой рекламной паузы. А пока напоминаем, что сегодня у нас в гостях был народный художник Российской Федерации Борис Асафович МСРР. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Друзья, мы скоро к вам вернёмся. Интересные документальные фильмы в эфире телеканала «Саратов-24». В 18.00 «Тайны советского кино». Это цикл документальных фильмов, из которых зритель узнаёт о том, как снимались лучшие советские фильмы, с какими проблемами на площадке сталкивались участники съёмок и о прочих малоизвестных фактах киноиндустрии страны Советов. В этом выпуске программы речь пойдёт о культовом советском фильме «Асса», который был снят в 1987 году режиссёром Сергеем Соловьёвым. Январь 1988 года. Режиссёр Сергей Соловьёв не может достать для друзей билеты на премьеру собственного фильма «Асса». В длинных очередях можно увидеть и элиту, и партийных работников. Фильм не оказался лидером кинопроката, однако ажиотаж вызвал небывалый. Как проходили съёмки культового фильма о времён Перестройки? Кем работала актриса Татьяна Друбич между съёмками в фильме? Как фанаты Виктора Цоя снялись в легендарной массовой сцене? Где удалось отыскать железный занавес? Как сложилась судьба актёров и куда пропал один из самых миниатюрных актёров отечественного кино? Тайны советского кино сегодня в 18.00 на телеканале «Саратов-24». Утреннее шоу «Автопилот» в прямом эфире на телеканале «Саратов-24». Меня зовут Сергей Гришнов. Меня зовут Светлана Казанцева. Друзья, сегодня с вами обсуждаем музейную культуру. Какой она была и какой она сейчас является. Как изменяются музеи, часто ли вы в них ходите и какой музей последний мы посещали. Именно такой вопрос мы вам задаем ВКонтакте. Заходите, отвечайте, голосуйте, пишите свои комментарии. Можете позвонить нам на номер телефона нашего прямого эфира 54-30-30, ну или напишите нам свои сообщения на наш мобильный портал. Его номер вы периодически видите у себя на экранах. Ну а знаете, что мы хотим сказать? Даже радиостанция «Русская служба новостей» сегодня подготовилась и сделала арт-новость для нас, для всех. Сейчас, кстати, новость от РСН, который вещает в нашем городе на чистоте 101,1 ФМ. Знали ли вы, что футболист Федор Смолов будет финансировать арт-проекты в Саратове? Об этом на своей страничке в Фейсбуке заявил довольно-таки известный в Саратове человек, журналист, который давно является редактором московского спортивного издания Станислав Гридасов. Он сказал, что в ближайшие три месяца в городе будет реализован проект «Порталы истории». Главным спонсором выступит воспитанник Соколы, игрок ФК «Краснодар» и сборная России по футболу Федор Смолов. Прошлой осенью появился проект, где обычные проходные арки в сталинских домах на набережной должны стать памятными местами. Ну, такими памятью истории, что называется. Это не граффити, это не памятные доски, это своего рода музей под открытым небом, который вот уже на набережной в Сталинках развернется. И вот как эту новость коммунитирует главный редактор радиостанции «Русская служба новостей» Маргарита Логинова. Она говорит, что арт-проекты при правильной организации могут стать определенной фишкой города. Ну, такой, составляющей городского бренда, одной из частей большого пазла. У нас много говорят о туристической привлекательности в каких-то непонятных глобальных масштабах. Все хотят у нас действительно Монте-Карло здесь устроить. Так, вот такие интересные порой вещи привлекают намного больше людей, чем какие-то громоздкие неживые проекты, которые требуют больших затрат. Ну что ж, будем надеяться, что проект возымеет свое воплощение и на набережной... Прямо, что-то к нам дополнительные какие-то туристические походы в наш город будут заезжать. Друзья, «Русская служба новостей» вещает на частоте 101,1 FM. Очень много всего интересного. И, кстати, смотрите, утреннее шоу «Автопилот». Мы тоже делаем такие небольшие выдержки с их эфиров. Ну, а сейчас пришло время посмотреть специальную рубрику для тех из вас, кто хочет покупать красивые и качественные вещи, при этом не тратить баснословные деньги. Поверьте, нам это возможно. Планета Секонд Хенд, сеть магазинов вместе со стилистом Алиной Ковалевой сейчас вам это и докажет. Все, внимание на экран. Они превратили покупку вещей в целую культуру. Магазины Планета Секонд Хенд это место, где покупатели уверены, что не уйдут с пустыми руками. Ценители брендов и стильных луков практичные и экономные. Те, кто одевают всю семью или заботятся о себе. Любой найдет для себя выгодное предложение в планете Секонд Хенд. Магазины сети легко можно найти в разных районах города Саратова и Энгельса. Друг от друга они отличаются не только своими размерами, от маленьких и уютных магазинчиков до внушительных комплексов, но и коллекциями, которые обновляются каждые четыре недели. Светлые и удобные примерочные, приветливый и компетентный персонал. Своих покупателей здесь любят и ценят, а предлагают им только качественные вещи. Сегодня ведущая рубрики «Стильные люди» Алина Ковалева выберет в одном из магазинов планеты Секонд Хенд актуальный лук. Ведь в магазинах сети планеты Секонд Хенд можно собрать образ на любой случай жизни. Всем привет! С вами стилист Алина Ковалева. Магазинов планеты Секонд Хенд очень много, но сегодня мы решили отправиться в Энгельс, чтобы посмотреть, какой ассортимент представлен здесь. КОНЕЦ Мне сегодня захотелось собрать какой-то лук для пикника, для посиделок на природе. Ведь сейчас лето, и все торопятся на шашлыки, на природу. Почему-то меня вдохновил вот этот красный цвет, эти красивые брюки. К ним я бы подобрала вот эту футболку с цветочным принтом. Тоже на природе она бы смотрелась достаточно ярко. И мне очень понравилась вот эта вот джинсовая безрукавка, которую я надену поверх футболки. И покажу вам, как это будет смотреться вместе. Вот этот лук я подобрала для походов на природу или на шашлык. Ведь сейчас лето, все хотят быть яркими, красивыми. И главное, все эти вещи я подобрала в планете Секонд Хенд по очень недорогим ценам. С вами была стилист Алина Ковалева. Пока-пока. Магазины сети Планета Секонд Хенд для тех, кто ценит качество, кому важна практичность и кто умеет выделяться. Смотрите рубрику «Стильные люди» и вместе с нашим стилистом Алиной Ковалевой будьте неповторимыми. Вот такие секреты моды и стиля рассказала нам Алина Ковалева. И помните, что всю ту одежду, которую она показывает, она подбирает в сети магазинов Планета Секонд Хенд. А у вас, дорогие телезрители, есть уникальная возможность получить специальный подарочный сертификат. Сейчас я за ним дотянусь. Это сертификат номиналом 500 рублей в сеть магазинов Планета. Секонд Хенд одежда, обувь, аксессуары. Абсолютно все то, что нужно, чтобы составить идеальный образ. И, друзья, знаете, у нас есть один небольшой вопрос, который мы для вас подготовили. И правильно, ответите на этот вопрос, значит, получите этот подарочный сертификат. А отвечать стоит, позвонив к нам по телефону 54-30-30. Итак, друзья, вопрос звучит следующим образом. Однажды Остап Бендер был возмущен вывеской «Штанов нет». И эта вывеска находилась в одном из провинциальных магазинов. В этот момент он очень громко заявил о том, что «что?» Как это «штанов нет?» Правильно говорить «ты-ры-ты-ты-ты» «нет». И, знаете, он был очень близок ко всем модникам и людям, которые уважительно относятся к русскому языку, к стилю русского языка, да и к своему собственному стилю. Потому что не то, что штанов нет, а вот чего на самом деле нет, должно было быть написано на этом магазине. Да, как грамотно должна была звучать эта фраза. Звоните нам 54-30-30, отвечайте на этот вопрос и получайте подарочный сертификат планету Second Hand. Ну, а мы сейчас послушаем ответ на один из астрологических вопросов, после чего как раз-таки надеемся услышать ваши звонки и веселые голоса у нас в прямом эфире. Доброе утро! Благодарю вас за письма, которые вы присылаете на мою почту. Я выбираю одну из них для того, чтобы ответить в моей рубрике «Астрологический вопрос». А сегодняшний вопрос задает Ольга. Ольга пишет «Мне сложно наладить взаимоотношения со свекровью. Каждый раз приходится подбирать слова при разговоре. Буду признательна за совет». Ольга, основываясь на данных о вашей свекрови, могу сказать, что она человек сурового характера. Она привыкла чувствовать себя единственной хозяйкой в семье. И вы здесь составляете ей конкуренцию. Она не станет ждать, чтобы дать свой совет и настаивать на своем, вставлять свое слово. Вам нужно стать ее ученицей, больше спрашивать у нее самой. Если она будет видеть, что вы проявляете интерес к ее опыту и советам, то сама начнет вам доверять все больше и больше. Не спешите, все у вас получится. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Доброе утро, дорогие наши любимые телезрители. На часах уже 8.50. Это значит, что пора спешить на работу. Нужно объезжать все эти пробки, которые скопились на дорогах. Ну и, кстати, как их объехать, Сергей Гришнов сейчас подскажет. Ну, кстати, Свет, можно быть довольно-таки спокойным, потому что всего 3 балла у нас в городе сейчас и пробок. Я как Эркель Пуаро, буквально-таки с маленьким пинцем и слупой хожу и выискиваю, где же пробки есть в нашем городе. Но честно хочу вам сказать, что я счастлив, что обозревать толком нечего. Из заводского района выезд вполне себе спокойный, комфортный. На Чернышевского около Кристалла небольшая пробка стоит. Ну, как пробка, 25 км в час. Около Радищева, пересечения Радищева и Чернышевского скорость движения потока составляет всего 7 км в час. В предмостовой площади будете ехать со скоростью 20-25 км в час. Ну, и сама предмостовая площадь, аналогичная история. Лес Заводская, мост Саратов-Энгельс во всех направлениях летит с максимально разрешенной скоростью. По Кравчане бегом в Саратов, саратовцы бегом в Энгельс. Все хорошо будет у вас. Усть-Курдюмское шоссе. Здесь собралась небольшая пробка. Чуть проехали улицу Прудовую. Знаете, там вот за светофором сразу начинается затруднение. Вплоть до кольца строительного рынка. На кольце произошла авария. Причем она произошла, если вы едете со стороны аэропорта в сторону Затона. И здесь вот подняться в гору как раз-таки довольно-таки проблематично. Спуститься по Усть-Курдюмскому шоссе в центр или в Затон можно без проблем. На ваших танкистов на этом перекрестке стоит пробка. Скорость движения невелика. всего лишь 10 км в час. Проспект 50 лет октября. Не поверите, но даже на Стрелке уже нету пробки. Все спокойно, все хорошо. Шихурдина вовсе. Такое ощущение, что сейчас суббота и 7 часов утра и никто еще не проснулся. Единственное, что на Соколовый как только вы проехали Шихурдина и первые несколько километров Соколовый здесь произошла авария. И она произошла ну в общем прямо вот на середине. Не могу сказать какое точное пересечение. Неподалеку от вагонного депо. Вот так объясню вам эту ситуацию. Произошла авария. Вполне возможно, что скоро здесь соберется пробка. В Соколовой танкистов здесь аналогичная история. Тоже пробка присутствует у нас небольшая. Ну и центр города разукрашен весь целиком и полностью желтым цветом. Красным отмечена Астраханская от Большой Казачьей до Московской. Степана Разина желтая, университетская кстати тоже немножечко покраснела. Вроде так никаких серьезных ремонтных работ нету. Ничего не замечено, никаких ДТП не замечено. Все более-менее спокойно. Сейчас Света вам расскажет о погоде. Свет, что там будет? Сыпать, жарить, запекать? Что с нами будет? Скорее запекать, Сереж. У нас на улице сегодня ожидается плюс 32 градуса. А если подробнее, то в четверг 14 июля в Саратове-Энгельсе ясно, ветер южный 2,4 метра в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. И как сказала, уже днем будет плюс 32, а ночью будет немного прохладнее, будет плюс 26 градусов. Друзья, замечательная погода для того, чтобы провести эти летние деньки, а для того, чтобы они вам запомнились максимально, то распланируйте свои выходные с помощью нашего корреспондента. Сейчас рубрика Афиша на Саратове-24. Доброго времени суток и хорошего настроения вам желаю я, Анастасия Куклева. Выходные в Саратове, Саратов выходных. Это надо использовать по максимуму. Свежий воздух, водные процедуры, мороженое, то, что давно хотелось, но все время откладывалось. Друзья, лето гонит по встречке и превышает скорость. Надо догонять. А как это сделать, чтобы везде успеть, расскажем мы в программе Афиша. Любите мороженое? Любите много вкусного мороженого? И хотите незабываемо провести эти жаркие выходные? Тогда отправляйтесь в это воскресенье в городской парк. Там 17 июля пройдет самый яркий и ледяной праздник этого лета – фестиваль мороженого. Мороженое любят все – и дети, и взрослые. Поэтому на праздник рекомендую отправиться всей семьей. Организаторы обещают гостям фестиваля много мороженого и отличное настроение. В программе – конкурсы, выступления артистов, фотозоны с гигантским мороженым, парад принцесс и море развлечений от нашего телеканала. Например, все желающие смогут принять участие в нашей рубрике «Видеобудка». Для этого вам нужно найти на празднике съемочную группу телеканала «Саратов-24» и передать на камеру свои приветы и поздравления друзьям. После фестиваля смотрите себя в эфире нашего телеканала. Кстати, если вы любите мороженое так сильно, что одной порции вам мало, то у нас для вас есть еще один сюрприз в виде дополнительной порции. Каждый день в эфире утреннего шоу «Автопилот» мы разыгрываем купоны на бесплатное мороженое. Чтобы их выиграть, нужно ответить на простые вопросы. И все – мороженое ваше. Поэтому, если вы сладкоежка и любите мороженое, смотрите «Автопилот», участвуйте в розыгрыше и приходите на фестиваль наслаждаться любимым лакомством. Но не забывайте, что все хорошо в меру. Лето, знойное солнце, плавящийся асфальт. Где спастись от жары в такую погоду? Конечно же, на пляже. Тем более, что в эти выходные Энгельский пляж превратится в настоящий центр развлечений. 17 июля там пройдет самое яркое событие этого лета – «Сандэй-2016». Любой желающий сможет принять участие в таких конкурсах, как соревнования по жиму лежа, гиревому спорту и армрестлингу, а также сыграть в гигантскую дженгу. Также все гости мероприятия ждет конкурс красоты, фитнес-бикини, уличный воркаунт, соревнования по скоростному поеданию бананов, чемпионат по игре на воображаемой гитаре и многое другое. Для самых маленьких любителей солнца и пляжа на площадке будет работать детская зона с аквагримом, увлекательной игрой «Твистер», а также самый настоящий «Энгри Бёрдс», где ребята смогут сразиться в ловкости и меткости. Скорее собирайте компанию и отправляйтесь 17 июля на Энгельский пляж. Там точно будет весело. Лето – это маленькая жизнь. А значит, провести его нужно интересно, весело и ярко. Например, отправиться в эти выходные на одно из самых веселых событий этого лета – фестиваль «Позитива». С 15 часов дня и до позднего вечера вас ждут практически все летние городские развлечения. Шоу мыльных пузырей, аквагрим и ростовые куклы, катание на фоне. Также на фестивале будет работать площадка для объятий и занятий фитнесом. Кроме этого, все гости праздника смогут принять участие в мастер-классе от психолога Оксаны Акимовой «Рецепт успеха». В программе праздника мини-дуэли и эксклюзивные фото с аналогами боевого оружия. Мастер-класс по изготовлению сувениров из воздушных шаров, ярмарка хендмейда. А еще всех гостей праздника ждет море подарков и, конечно, невообразимое количество сюрпризов. Запланируйте фестиваль «Позитива» в список мероприятий на эти выходные. Уверена, вы не пожалеете и зарядитесь позитивом на целый год. Пожалуй, на этом стоит остановиться, ведь выходных всего два, а событий я уже перечислила предостаточно. Теперь дело за вами. Собирайте компанию единомышленников и вперед активно отдыхать и культурно просвещаться. Кстати, потом не забудьте поделиться с нами впечатлениями. А сделать это просто. Загрузите фотографии со своего отдыха в социальные сети и поставьте хэштег «Афиша Саратов24» и просто «Саратов24». Мы обязательно все прочитаем и оценим. На этом у меня все. Ходите на хорошие мероприятия и помните, в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете. Ну что, друзья, на этом программа «Автопилот» практически завершена. Осталось только подвести итоги сегодняшней программы. Итак, разыгрывали сегодня мороженое и сразу объявляем номера, которые стали у нас обладателями. 06-53-99-06 и... 74-05. Поздравляем победителей. И правильный ответ ванильное мороженое. Хватит тоже этих пломбиров безвкусных и так далее. А еще совсем недавно мы запустили розыгрыш от сети магазинов «Планеты Секонд-Хенд» и у нас есть звонок. Победитель, кстати, получит сертификат номиналом 500 рублей на одежду в сети магазинов «Планеты Секонд-Хенд». Алло, доброе утро! Как вас зовут? Алло, здравствуйте! Меня зовут Лена. Елена, очень рада вас слышать этим утром. Ну что, повторим эту историю? Да, Остап Бендер однажды возмутился вывеской «Штанов нет» в одном из провинциальных магазинов. Как же правильно должна звучать эта фраза? Ну, может быть, брюк нет? Да что там может быть, Елена? Конечно, брюк нет, но какие модники, особенно Остап Бендер, белый шарфик назад развивается, кепочка, там все остальные вот эти вот дела. Какие штаны? Нет, только брюки, только так. Мы вас поздравляем, сертификат достается именно вам. Кому будут ваши приветы этим утром? Ну, хотелось бы передать привет своим подругам, с которым я пойду на шопинг. О, здорово. Отлично отправиться с подружками. Какая-то вы сегодня многоголосая, да? Мне кажется, эхом расходитесь немножко. Это с подружками уже. Это с подружками, наверное, уже, да. Мы вас поздравляем, хорошего вам дня, отличного настроения. Друзья, вам напоминаем, что каждый день мы разыгрываем подарочные сертификаты в сеть магазинов «Планета Секонд Хенд». Достаточно просто дозвониться до нас, прямой эфир, и ответить на очень простой вопрос. Ну, а тема сегодняшней программы у нас была? Музейная культура, какой она была и какой она стала. Сегодня попытались для вас ее раскрыть, общались с очень интересным человеком. И, кстати, если вы пропустили наш эфир, то заходите на сайт YouTube и смотрите запись. Ну, или, кстати, посещайте почаще сайт saratov24.tv. Там, кстати, есть онлайн-трансляция. И качайте наше мобильное приложение, чтобы всегда быть с нами на связи. Google Play, App Store, абсолютно везде доступны наши приложения. Ну, и стоит подвести итоги зрительского голосования, которое сегодня не на шутку устроили мы настоящую битву, настоящий батл музеев на страничке ВКонтакте. Мы спрашивали вас, какой саратовский музей вы недавно посетили. Было множество вариантов, но, знаете, аудитория разделилась практически пополам. 42,9% сказали в Краевическом, и аналогичная история, ровно столько же людей сказали, что в музее имени Радищева. 14% решили остаться при своем мнении, за прочий музей пока никто не проголосовал. Ну, будем ждать вечера, заглянем на страничку еще раз. Елена Шилова написала, музей Борисова-Мусатова она посещала последний раз, ей там очень понравилось. И Анна Лабе написала, что самый интересный музей для детей это Краевический. Там классные факты про нашу землю. Ходим туда каждый год. Что это каждый год? Ходить сюда по выходным. Да, кстати, можно очень часто ходить. Тем более, что музеи в нашем городе представляют очень широкий спектр возможностей. То есть можно пойти на различные направления искусства и посмотреть, соответственно, одухотвориться, что-то новое для себя узнать и приобщиться к культуре. На этом все. Друзья, снимаем ручку автопилота, переходим в ручное управление. Теперь вы готовы к тому, чтобы весь этот день прожить с высоко поднятой головой и держаться на нужной высоте абсолютно весь сегодняшний день. Поздравляем вас с началом четверга. Потерпите еще пару дней, начнутся выходные и все у вас будет хорошо. Хотя и в буднях тоже все сказочно, если начинаете их вместе с автопилотом. Светлана Казанцева. Сергей Гришнов. Прощаемся с вами до завтра. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...